С внушительным медальным уловом вернулись в родной город омские стрелки из чемпионата и первенства Европы. Воспитанники областного центра спортивной подготовки СИБГУОР и ДСААФ, Юлия Эйдензон, Николь Слотина, Яна Эйдензон и Виталина Бацарашкина выиграли в общей сложности 9 медалей. Если анализировать финальную серию, где я в очередной раз выиграла, то в этом году финальная серия была очень крутая. Мы с Галей Авраменко, в принципе, мы с ней всегда боремся, но в этом году я ее прямо сделала. Потому что, не знаю, я настолько была так позитивно и хорошо настроена. И то есть, как любой спортсмен, когда я стреляла в финал, я получала колоссальное удовольствие. Кроме Юлии, в стрельбе из бинтовки, но уже на первенстве Европы отличились молодые Яна Эйдензон и Николь Слотина. Первый зачет у меня вообще не получился. Пришлось очень сильно собираться перед вторым. Мне помогали тренеры, родители и все друзья, которые меня окружали, чтобы я хоть как-то собралась. И получилось достаточно неплохо. В итоге я заняла третье место в личном зачете. Хотелось бы лучше, чтобы прошли старты, но со второй поездкой за границу более-менее, как считает тренер. Но спортсмен должен всегда считать, что не все идеально, должен стремиться к идеалу. Последние дни турнира в Хорватии остались за Виталиной Бацарашкиной. Сначала Амичка в паре с Артемом Черноусовым из Иркутской области завоевала серебряную награду в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров в смешанных парах. Вторую свою медаль студентка Сибирского государственного училища Олимпийского резерва добыла в командной стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров вместе со Светланой Медведевой и Екатериной Коршуновой. В матче за третье место россиянки обыграли сборную Венгрии. Я не первый раз в Хорватии, так же, как и обычно, гостеприимно. Все пришло на самом высшем уровне. Но в некоторых моментах не получилось. Где-то чуть-чуть совсем не хватило. Как тренер сказал, остановилась в шаге от финала в личном упражнении. Ну и в остальных упражнениях тоже чуть-чуть где-то чего-то не хватило. Вообще тяжелая программа. Как-то поменялись форматы упражнений. И сама программа проведения чемпионата была очень насыщенная. Приходилось утром рано приезжать и до самого вечера. Это, конечно, очень утомительно, потому что нету таких мест отдыха, только в раздевалке. Поэтому, ну, наверное, весна. Наверное, не бывает все время пикового состояния. Такая сложившаяся пара Черноусов, Артем, он лидер в мужской группе, Виталина лидер в женской группе. И, конечно, хотелось бы, чтобы они и лицензию на Олимпийские игры завоевали вместе. Дай бог им дальше. После небольшого отдыха Виталина отправится в Улан-Удэ, где пройдет учебно-тренировочный сбор перед этапом Кубка мира в Китае. Редактор субтитров А.Семкин